Сделала все дела, купила все, что нужно, оформила все заказы по поводу мебели и сейчас перекусываю. Посмотрю немного видео и буду собирать шмотки для того, чтобы отнести на квартиру. Будем уже перевозить, переезжать постепенно. Вот, я так задолбалась, я встала, ну не сказать, чтобы рано, но вот с самого утра я как ушла из дома и сейчас уже 5 вечера на минуточку. Короче, я задолбалась, у меня болят плечи, у меня болят ноги от каблуков. Доброе утро. Короче, вчера я вообще не в состоянии была что-то переносить, так устала. Сегодня проснулась, тело болит, спина очень болит, короче. Я устала просто вчера еще, пока собрала вещи. Вот. А сейчас мы утром рано проснулись и молодой человек пошел деньги снимать, чтобы за доставку нам платить и всякое такое. И мы вызовем такси. За раз сколько сможем, столько и увезем. А остальное все буду переносить, наверное, потихоньку. Я или также на такси, может быть, перевозить. Короче, вот такие вот дела. Утром прохладно. Я в одних лосинах, вот в этой кофте, сверху куртку, может быть, накину. Она меня не особо спасет. Короче, загвоздка в том, что ни мне, ни молодому человеку тяжелое поднимать нельзя. Ну, именно сильно тяжелое. А есть сумки, которые очень тяжелые. Поэтому мы будем как-то это короткими перебежками, наверное, делать. Я даже не знаю. Ну, целесообразно, наверное, да. Грузчиков, грузовую машину. Но были бы финансы. Боже, да. Кто бы вообще даже что-то говорил об этом. Финансы на пределе. Делаем все своими силами. Как все обычные смертные. У меня это уже вторая охотка. Тут такой бардачелло. Капец. Короче, мне позвонили еще из мебели. По-моему, это комод, если я не ошибаюсь, и стол компьютерный. Через полчаса они будут уже меньше. Поэтому нужно срочно бегом на квартиру бежать. Я снова с рюкзаком. Там шмотки. И у меня целый пакет будет вешалки. А это, кстати, пакет вещей, которые нам не нужны. Я их потом отнесу. Ну и все. У нас, кстати, уже одуванчики. Красота! И вон дорога. Самолеты дорогу себе проложили. Ну и вот. Наша квартира. Густая. Ну все. Мебель привезли. Машинку, которая была старая, забрали. Спасибо им, конечно, грузчикам за это. В общем, короче, все, на мази пока. А у нас уже расцвели некоторые деревья. Это абрикоса, по-моему. Красота. Знаете, что я заметила? Как я только прихожу домой, усаживаю свою жопку, и мне вообще никуда не хочется идти. Тем более я сейчас покушала. Не покушала, пожрала. Жрала я мороженое двух разных видов. Так что вы понимаете, что жопка не отрывается просто даже от стулки. Мне нужно идти. Я уже все здесь собрала. У меня куча сумок здесь, но не все я буду носить. Я возьму только рюкзак, потому что я не Еракл. Я возьму еще какой-нибудь пакет, в который я что-нибудь, наверное, закину. И здесь, посмотрите, две сумки, причем в одной из них посуда и наполовину еда. И в этой у меня всякая дребедень, но сумка тоже тяжелая, поэтому я хочу постараться это все, может быть, постепенно рюкзаком перетащить, чтобы в сумках меньше было всякого говна, и они были полегче. Я думала, мне сейчас, может быть, позвонят за кровать, скажут, что ее привезут, но нет. Кровать, мне кажется, после обеда вообще привезут. Повтыкала немного в YouTube, пока ела мороженое. Сейчас попью воды, наверное, и буду выдвигаться. На улице жара, у нас сегодня 20 градусов. Не поверите, вчера было более-менее так прохладно, наверное, из-за ветра. Сейчас ветер, конечно, есть, но он дует изредка, и все равно от этого как бы легче не становится. Солнышко светит, погода прекрасная, хоть бери, иди и загорай. Ох, как я заебалась. У меня нет других слов на это ощущение. Я уже вымыла ванную комнату полностью, просто выдраила ее, и помыла балкон. У нас, кстати, деревянный балкон. Здесь очень пахнет деревом. Вот такая вода с балкона, и это я уже два раза ее меняла, и вот такая грязная тряпка. О, боже, как же я устала. Просто жуть как устала. Хочу отдыхать. Я только мою и мою и мою, господи. Это мне напоминает, знаете что? Когда я работала на заводе, на насосной, я делала там то же самое каждую смену. Помимо того, что еще работала. Осталось убрать в кухне, и комната, наверное, уже будет в последнюю очередь, потому что там очень много всего, и это трэш. Просто трэш, у меня не хватает слов. Ну, я сейчас, по крайней мере, немножко разгружу. Я уже половину вещей повесила на вешалке и в кладовку убрала. Сейчас уберу какие-нибудь на балкон всякие штуки ненужные. И, о боже, дай мне силу называется. Ну что, я уже все убрала. Вещи остались, которые нужно в комод сложить, которые нужно собрать. И осталось немножко здесь срача. Холодильник уже вымыт конкретно с уксусом и моющим. И включен. Кухня вымыта. Осталось только стол поставить вот так. Стульчики. И помыть полы. И полы помыть в коридоре. А также вынести вот этот весь мусор. Вот это все после хозяев старых. Хлам, который мне, в принципе, не нужен. Какие-то палочки. Какое-то всякое дерьмо, которое мне не нужно. Я не знаю, зачем это все оставляли. Думали, нам понадобится что-то. В общем, да. Нам так еще и не привезли диван. Ждем уже, я не знаю. Я целый день жду. Кстати, уже не знаю, до скольки они там, до шести работают или не до шести. В общем, короче, нужно им позвонить, наверное. И сейчас я это все доделаю. И пойду назад домой. Потому что, в принципе-то, делать больше и нечего здесь. Я так задолбалась. Но я довольна, что я сделала это сегодня. В принципе, завтра нужно донести те вещи, которые еще остались на старой квартире. Дождаться дивана. И все, можно... Я думала, диван. Алло. Да, я не ошиблась. Это был диван. Только позвонили почему-то молодому человеку. Хотя я говорила, звонить мне. И да, я сейчас, наверное, пока его будут везти. Я вынесу весь мусор. И чтобы потом можно было помыть полы. Потому что полы тут, конечно, засранные. Конкретно тут в каждом уголке столько грязи, что, я не знаю, я уже столько ведер поменяла с водой. Кстати, вот это шум. Это голуби. Я, кажется, теперь понимаю, почему эти хозяева продали квартиру. На крыше нашего балкона гнездо, я так понимаю. И голуби решили там поселиться. И почему-то они это делают очень громко. Короче, ладно, я пошла доделывать свои дела. И потом включусь, когда уже, может, привезут диван. Когда я доделаю уже остальные дела. И тут будет чисто. И... Ах! Чисто! 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 Просто не представляет. Мне каждая клеточка просто болит. При этом я довольна собой. Наверное, просто нет сил быть недовольной. Вот. Я не ела ничего. Кстати, с обеда. В обед я пожрала мороженое. И вот с того времени я ни хрена не ела. Всё, жду диван. Что-то. Да хоррэ! Всё, что-то никак не довезут его. Задолбали уже. Я уже хочу уйти. Здесь воды нет. Нужно было баклажку купить. Пришлось пить с крана. И кружек. Нет, ничего нет. Пила с ладошки. Как кот. Я вон сейчас сижу, смотрю на некоторые балконы. И, о боже, какой же там срач у людей. По сравнению с нашим балкончиком. Я, кстати, здесь себе такую лежанку сделала. Вечерами здесь прикольно было бы сидеть. С чашечкой чая. Моя спина. Да, всё видео будет нытьё. Вы знали, на что подписывались? Господи. Попробовать залезть на вот эту вот штуку, что ли? Ну, знаете, что я вам скажу. Очень, очень даже ничего. Буду здесь иногда сидеть вещать вам. А там, кстати, оставили старые хозяева вот такую фигню, я не знаю, в которую можно рассаду садить. Я хочу туда посадить лук. Вот. Это же хорошая идея. Всегда зелёный лук. Хотя он сейчас во всех магазинах есть. Ну, свой же, с грядки. Ногти убитые. Да что-то там ногти, руки. Просто все. Вот камера не передаст. Ужас. У меня просто даже ногти слоиться начали. Сцарапаны все костяшки. Тут маникюр просто даже не поможет. Грязь. Надо убрать. Вы слышите? Слоны, блин, а не голуби. Некоторые ногти у меня вообще такие поломанные. Хотя я недавно сделала маникюр. Аааа! Нет! Где диван? Я уже думала сходить в магазин, взять воды, я не знаю, чего-нибудь перекусить. Я не ела, я кушать хочу ужасно. У нас... Я принесла немного еды, чисто под пиво, которое. Ну, я не рискнула её есть, потому что это плохая еда. Боже, у меня ноги даже грязные. Ааа! Ну, возьми воды, баклажку. А то здесь же нет ничего, я пить хочу. И возьми, может, я не знаю, что-нибудь перекусить. Я жрать хочу. Звонил любимый. Сказал, что идёт уже домой. Представьте, везут диван, блин, целые сутки практически. Сколько можно? Наконец-то мне купят еды и воды. Блин, забыла сказать ему стаканы взять. Ну, ладно, я и так попью. Сгорла. Что сделать такое, чтобы гнездо не перенесли своё? Поругаться с ними. Кто смотрел новый видос Яна Го, может быть, кто-то на него подписан. Короче, он сделал кавер на группы грибы. Тает лёд вот этот, или между нами лёд, или что-то такое. Ну да, между нами тает лёд. Кавер у него про между нами тает жир. Вместо колы пью кефир. Где бы достать, ночью покушать, ведь еда опять исчезает. Пока я здесь, в тёплой постели, кушаю тёплые куриные шеи. Вкус насыщенен и превосходен, вы, видимо, точно такого не ели. Мой четвёртый подбородок, мы одни с тобой в этом мире. Если тебя никто не накормит, всё, что имею я, отдам тебе. Я съедаю всё снова и снова, это всё, что нужно мне. Короче, эта песня про меня. Как он выпустил этот видос свой, так с того времени у меня и крутится оно в голове. Ну, тут слон, блин. Пойду принимать душ и отдыхать.